Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Формула идеальной женщины. Глава 1. ИРЕН. Ирина Кузнецова была мажорной девахой и выделялась из толпы разношерстных студентов Челябинского государственного университета, где она обучалась на четвертом курсе. Не красавица, но и не уродина. Не толстая, но и не страдающая анорексией, одним словом средней стройности и вся в соку. Волосы ее были рыжие, обжигающие огненной волной сетчатки глаз и притягивающие мужские похотливые взоры, оставляя в уголках памяти неизгладимое впечатление. Большие глаза голубого цвета, близко посаженные к прямому носику, имеющему горбинку, и тонкие соблазнительные губы, придавали изюминку ее внешности. Одним словом, не внешность, а золотая середина, которая очаровывала, дразнила и пробуждала мужское начало особей сильной половины человечества. Подруги ее звали Ирен. Больше всего на свете она любила себя. Она могла часами крутиться около зеркала, наслаждаясь своей красотой. Мама с детства в Ирину заложила качество избалованного ребенка, которые переросли с годами в манию величия. Так получилось, что отец Ирины, когда ей исполнился годик, ушел из семьи. И всю свою любовь, нежность мама без остатка посвятила любимому ребенку, взрастив в ней непреодолимое чувство гордости и эгоизма, разбавленное верою в свое идеальное совершенство и превосходство над всем человечеством. Все желания и прихоти, своего любимого и единственного чада, мама выполняла беспрекословно, вырастив надменную и высокомерную особу, которая считала себя пупом земли и приближенную к особам голубых кровей. Любимой игрой Ирины в детстве была игра в царицу, в которой она представляла себя в роли верховной правительницы вымышленного государства, где все ее жители являются ее неотъемлемыми рабами. В эти минуты игрового процесса она расхаживала перед зеркалом, отдавая приказы невидимым придворным, которые стояли перед ней на коленях и неукоснительно выполняли ее распоряжение. У Ирэн был личный трон, вернее не трон, а обеденный резной стул, выполненный из цельного дерева в виде богато отделанного королевского кресла, стоящий в гостиной на специальном возвышении как место монарха во время торжественных церемоний, которые маме изготовили по заказу в мебельной мастерской. За этим королевским атрибутом Ира проводила свои трапезы, опять же представляя себя величественной принцессой, а мама в это время несла бремя горничной, прислуживающей ее величеству. Ирэн предпочитала яркие цвета. О! Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.